привет с вами доктор влад мне все время задают один и тот же вопрос почему у меня дома так холодно на улице ладно но дома то обогреватель туда-сюда но у меня есть печка газовая внизу она работает круглые сутки ну во первых я вам говорил уже изначально эта дача она для зимы как бы не особо приспособлена то есть на дверях нет уплотнений вот этих поролоновых дверьки вообще хрипкие ну это ладно это первое второе если бы я просто закрыл все двери и валялся в кровати ну была бы нормальная температура вот сейчас сейчас у меня плюс 20 но это на улице солнышко немножко прогрела а в самые морозы у меня плюс 17 почему ребят я вам уже говорил что я с собаками выхожу в день каждый час полтора это получается где-то раз 20 дней в день вот и смотрите как это выходит вообще на деле я значит зову мишку пошли пописаем он идет я дверь открываю гришка в это время где-то бегает прячется или играет дверь закрываю ловлю гришку надевая на него пальчишко опять дверь открывая хлоп-хлоп какое-то время проходит я начинаю открывая дверь начинают звать ну кто-то из них приходит хорошо дверь закрываю так пропускаю так дверь закрываю открываю дверь, начинаю кричать другого понимаете, а сам уже не гуляю давно вот начиная с морозов а там негде гулять вот сейчас, секундочку, подождите да, собственно, я все вам уже сказал я говорю, если бы я заперся вот, заткнул все двери ватой, то было бы тепло, нормально но из-за того, что с собаками приходится гулять так часто, причем ночью тоже ребята это еще летом я имел возможность, допустим, Мишку ночью выпустил, дверь приоткрыл вот и ложусь спать а сейчас это невозможно, и ночью я хоть на улицу не выхожу, но жду Мишу, пока он пописает и гавкнет, или просто выхожу, смотрю, зову его то есть дверь постоянно в день Миша плюс Гриша умножить на 20 и, в общем, где-то 50 раз она хлопает туда-сюда пускает холод ну, в общем, вот так вот теперь все ясно а у нас, кстати обещают ну, сегодня последняя ночь будет жуткая минус 22 с ветром за 30 вот потом потеплее воскресенье а потом я вот только сейчас смотрел телевизор обещали ледяные дожди весело ну, мы вроде дома ну, во-первых, опять же собак гулять во-вторых ледяные дожди во-первых, это провода вот могут где-нибудь обломиться а во-вторых крыша вы представляете на ней какой слой снега если он еще впитает воду там ведер 500 и что будет с крыши я не знаю, конечно но будем жить а, ну, кстати обогреватель ну, тоже хотел пару слов сказать обогреватель электрический ну, сколько он? киловатт? полтора, да? вот и, ребята я помню в России рассчитано было на 6 ампер пробка, да? ну, там 220 вольт ну, в общем полтора примерно киловатта ну, здесь где-то на 15 ампер рассчитана пробка ну, 110 вольт ну, это тоже полтора киловатта ну, и допустим обогреватель полтора киловатт ну, вы не учитывайте конечно во-первых, постоянно работает холодильник плюс свет плюс ну, это еще ладно ну, холодильник 200, 300 ватт вообще тут светодиодные лампочки ну, есть электрочайник и есть микроволновка который электрочайник полтора киловатта микроволновка ну, примерно киловатт но если кто разбирается в этих киловаттах если включить случайно даже просто микроволновку и чайник могут пробки вылететь я стараюсь это не делать а если в это в это же самое время работает электрообрелатель ну я говорю я купил такой который может переключаться там 500 ватт киловатт и полтора киловатта но на 500 буду ставить и смотреть чтобы одну наверное когда буду включать чайник выключать электрообогреватель вот это все не просто ребята ну ладно пока я просто объяснил ну вроде здорово так если можно сказать конечно миша от холода сами понимаете в любой даже человек когда холод все время хочется в туалет по маленькому но с мишей много проблем пока